Прием заявок на участие в программе «Земский учитель» стартовал на Камчатке. Краевое министерство образования с 10 января принимает заявления и документы от желающих участвовать в конкурсном отборе на замещение вакантных должностей педагогов в общеобразовательных организациях региона. Федеральный проект «Земский учитель» в рамках программы развития образования создан для решения проблемы с нехваткой педагогических кадров на селе и в малых городах с населением до 50 тысяч человек. Сам проект стартовал с 2020 года в Российской Федерации, в том числе и в Камчатском крае. За два года состав школ педагогических Камчатского края пополнился на 18 человек из 12 регионов Российской Федерации. Каждый на себя принял обязательство отработки в учебном заведении не менее пяти лет. Проектом предусмотрена единовременная компенсация учителю в размере двух миллионов рублей, которая может быть израсходована педагогам по личному усмотрению. В 2022 году в Камчатском крае открыто 8 вакансий учителей в пяти муниципальных районах. Это Карагинский, Алюторский, Тегильский, Усть-Большерецкий, Быстринский и поселок Палана. Нам нужны три педагога русского языка и литературы, два учителя математики, учитель физики, учитель английского языка и учитель русского языка. Для того, чтобы принять участие в конкурсном отборе, возраст дня до 55 лет включительно, образование среднее или выше и стаж, подтверждающий педагогические по выбранной специальности вакансии. Чтобы подать документы на участие в программе «Земский учитель», необходимо зарегистрироваться на одноименном федеральном портале. Если претендент находится в Камчатском крае не в отдаленных пунктах населенных или городе, он может подать заявление непосредственно нам, региональному оператору, по адресу улицы Советская, 35, кабинет 117, или направить почтой документы. Всех, кто желает принять участие в проекте, предупреждают, что необходимо тщательно ознакомиться с нужными для подачи документами. На портале «Земский учитель» размещены необходимые документы, на сайте Министерства образования Камчатского края и на сайте регионального оператора Отраслевого функционального центра системы образования. Это очень важно, потому что, когда принимаются документы, они обрабатываются специалистами, и если что-то неправильно оформлено, они возвращаются на доработку. Документы принимаются до 15 апреля, а после специальная комиссия будет их оценивать и по итогу сформирует предварительный список претендентов.